Привет! Сегодня мы посмотрим с вами на вот такой вот замечательный нож от фирмы Bark River Knife and Tools. Это американская фирма. Такие вот интересные ножны, на мой взгляд, очень даже удобные, ну, среди кожаных ножен. И классно смотрятся, классно выглядят. Все так качественно сделано. Очень удобно открываются и удобно извлекается клинок. Давайте посмотрим на сам клинок. Здесь тоже написано Bark River Knife. Сделан нож в США. И данная модель из стали CPM 3V. Это такая довольно редкая сталь. Имеет твердость порядка 58 единиц по Роквеллу, насколько я мог видеть. Рукоять данного ножа из черной Микарты. Бывают различные рукояти, бывают различные стали. Бывают S35VN, там еще какие-то бывают стали. Ну, в общем, есть различные вариации. Можно посмотреть в интернете. Цена такого ножа в интернете из этой стали где-то в районе 220-230 долларов, насколько я видел. Ну, может быть, чуть-чуть где-то дешевле можно найти. В принципе, где-то так. Необычно тем, что, по легенде, так скажем, которую нам рассказывает производитель, ну, похоже на правду, что, в общем-то, как-то ребята из тренировочного центра, подразделения спецназа американской морской пехоты, провели собственные независимые испытания. И победителем испытаний оказался нож фирмы Bark River. Они попросили немножко его доработать, внести некоторые небольшие изменения, и получили вот этот замечательный нож Bravo 1. Неубиваемый такой универсальный полевой нож для выживания. Особенностью этого ножа является тем, что спуски здесь идут в линзу, причем выпуклую, и режущая кромка, в принципе, сведена в ноль. Попробую это показать. Для нас, людей, которые будут пользоваться таким ножом, это дает, в общем-то, большую стойкость режущей кромки, большую прочность самого клинка, но некоторые проблемы в его заточке. Толщина по обуху данного ножа 5,5 мм. Здесь есть насечка под большой палец, и также можно большой палец положить вот таким образом, довольно удобно. Сама по себе рукоять эргономична, хорошо лежит в руке, очень приятно ложится, все отлично. Единственное, что меня смущает немножко, это то, что микарта здесь весьма такая гладкая, и, на мой взгляд, если была бы ручка прорезиненная, как, например, у Folkliven F1, то есть это было бы поинтереснее, в плане надежности удержания ножа, если, конечно, руки будут мокрые, может быть, какие-то там жирные, в чем-то вымазанные, то я переживаю, как бы, не соскальзывать с этой рукояти, потому что, в принципе, она довольно-таки гладкая и скользкая. Нож имеет конструкцию здесь Full Tank, обратите внимание, здесь сама микарта посажена на клей, посажена на болты, которые потом зашлифовываются, и, собственно, рукоять становится неразборной. Сам по себе нож, давайте мы его замерим, имеет общую длину 233 мм, у меня сейчас получилось, длина клинка получается 111 мм, и длина режущей кромки где-то порядка 105 мм. Есть отверстие под темляк, в данном случае он одет. На мой взгляд, есть смысл сделать темляк чуть-чуть короче, для того, чтобы, как раз-таки, если рука будет скользкая, в чем-то, чтобы не соскользнуть на режущую кромку, одевать темляк таким образом на пальцы, буквально чуть-чуть его укоротить, и, в принципе, это будет дополнительная безопасность. Безусловно, нож выдержит очень серьезную, суровую работу при такой геометрии, при такой толщине клинка, и, в общем-то, если сравнить его по габаритам, он схож, это что-то так вот, с популярным ножом сравнить, с Морой Bushcraft Force, обратите внимание, по длине клинка, по длине рукояти, очень-очень схожие ножи, но, конечно же, совершенно разные геометрии, разные стали, и если у Моры хватает, в принципе, толщины клинка для многих довольно тяжелых работ, то у Bark River это просто огромный запас прочности, наверное, это действительно тот нож, которым можно поддевать люки, как говорится, то есть, очень-очень серьезный нож, он компактный, но надежный, и, в принципе, этой длины клинка более чем достаточно, но это, по моему мнению, для большинства работ этого более чем, давайте его еще взвесим, я еще даже сам не смотрел его вес, 248 грамм вес ножа без ножен, с ноженами 333 грамм у меня получилось, довольно увесистый нож, приятно лежит в руке, и, если честно, то по картинкам он производит несколько другое впечатление, то есть, по картинкам, так скажем, он не впечатляет лично меня, но когда берешь в руку, конечно же, понимаешь, что это очень-очень серьезный, очень рабочий инструмент. Большое спасибо его владельцу за предоставление на обзор, очень мощный кончик, обратите внимание, толщина клинка сохраняется в основном, такой вот интересный нож сегодня. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры создавал DimaTorzok